здравствуйте дорогие друзья меня зовут алла я вас приветствую на своем канале алла тарот и сегодня я хочу сказать что пока посмотрите наш двор какой стал это 34 дом авиасазлар 3 у нас убрали почти все заборчики оставили пока живую изгородь но сказали тоже распоряжение хакима изгородь убрать живую ну не знаю почему и сказали убрать ирисы или ирисы как правильно говорить детскую площадку подготовили такая стала как бы детская площадка разлиновали и сделали дорожки но с одной стороны очень удобно почему потому что сейчас детки катаются здесь и на велосипедах катаются и на роликах и к мамочке с колясками гуляет просто сейчас уже время 11 часов дня и жарко полит хотя не так как в те как бы дни которые я говорила что где 125 дом показывала там вообще палила а сейчас более-менее прохладный ветерок не знаю с чем связано в общем говорят что устанавливать будут детскую площадку вот здесь где-то но она в принципе здесь как бы по плану и было дальше будет такая зона отдыха там скамеечки расположен наш вот этот бункер или как его правильно элеватор где горячая вода идет его тоже заменят сказали будет сеточный и прозрачный но это правильно почему потому что смотрите неизвестно кто сюда заходит неизвестно чем они здесь дети занимаются у нас недавно тыс и же поменяли все но опять видите течет капает не знаю почему ну вроде бы так за уже закрыто сильно кран закрыт но прокапывает сейчас позвоню начальнику тыс и же скажу что нижний клапан и кран пропускают капает вода опять тихо тихо не понос так золотуха все сразу поменять нельзя но текло сильно вот эту трубу поменяли эту здесь поменяли вот поставили новые такие штуки но опять таки да не закрывается дети могут нажать на вот это открыть закрыть перекрыть молодежь сейчас такая везде лезет все им интересно всякие бичи здесь могут полежать поспать поэтому но удивляюсь еще чему что начальник тыс и же ставит замки вот реально да она поставила замки отломали кто этим занимается потому что вот это на соплях вот тоненький тоненький железо лист конечно это вот сразу видите раз и отломали поэтому нужно конечно заставить такое добротное чтобы не совали нос и допустим жителям не видно кто здесь находится что здесь находится а надо чтобы было видно это правильная идея что поставить сеточное чтобы все просматривалась чтобы никто здесь не лазил чужой посмотрим как будет и хочу сказать что вчера позавчера здесь приходил сам позавчера хаким наш яшнабадского района прошелся по тому что сделали уже посмотрел и сказал вот ирисы убрать женщины стали выкапывать а я только-только хотела посадить себе в огород думаю как хорошо будет потому что я редко бываю в доме и их поливать надо они такие неприхотливые красивые весной правда цветут а потом весь сезон не цветут но зато зеленые листики и вот здесь было все выкопали здесь вот тоже сказали все это убрать как бы могильные цветы то что они на могилах поэтому сказали убрать ну я так не считаю они просто неприхотливые поэтому русские сажают их на могилы не знаю как у мусульман на кладбище но вот эти цветы мне нравится в принципе не знаю почему убрать и сказали посадить райхон типа райский цветок ну райхон лечебный еще цветок здесь все было вырезок так красиво было и сказали что вот здесь вот прям под экскаватор хотят все сравнять поставить эту машинную стоянку здесь индийская сирень посажена вообще вот я всегда любовалась этим огородом она так красиво здесь все сделала эта женщина здрасте вот ну чё тут не будут у вас равнять да а то я переживаю вот как раз а вот хочу как раз на youtube выставить пускай посмотрит люди но нет и не из-за того что я говорю что хаким там плохой но по плану хотя бы вот то что можно сохранить красивая а кто сказал а у них есть такой по сносу один мужчина полненький да а ну вот а я про цветочки тоже говорю что у вас очень красивые цветочки такие мне нравились да 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 но я вот объясняю что русские на кладбище сажают почему потому что он неприхотливый цветок не требует полива такого да да ну я вот только хотела посадить и вот такое прямо распоряжение ой ну хорошо потому что я считаю что у вас такой огородик хороший и мне так нравилось у меня сейчас той стороны тоже огородик и там у меня видеокамера стоит и хранят они свои железки и лопатки потому что цемент привозят окас у них цемент украли несколько мешков а у меня стоит видеокамера там и они все ко мне в огород сейчас все в цементной пыли я прям переживаю все же зацементируется ну раз разрешила хотя бы аккуратнее быть как-то ну не знаю вот я тогда их пустила сюда покушать всех они сели прям вот на эти на мои цветы которые это я вырвучу я их покупаю на базаре они стоят не боже да да а вы взяли просто даже если не покупала но это выращено попой взяли ну да ну и вот только из-за того что вот такие у нас люди ставили заборы я бы и не поставила никогда забор но то алкаши прилягут то еще собачка сходит куда-то не все конечно да у нас не приучены люди к культуре но надо все равно менять менталитет надо приучать конечно будет красиво я так думаю по любому да 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 это красиво будет вот у нас где первая у меня квартира 88 дом как раз президент фотографировался на нашем торце дома и вот наш район первый квартал авиасазлар где до 61 школа там так красиво сделали у нас управленческое хозяйство не бумажки не мусора жители сами все поддерживают но правда из-за того что президент должен был приехать качели на соплях все это зацементировали и люди начали лезть но областные в основном свои детей пускали у нас все это попадала по вылазила но собрали заново деньги у нас есть там активисты в доме 52 доме они собрали деньги и заново залили цемент сейчас все нормально да не но у нас тоже дружные просто единственное куда против власти не попрешь да ну конечно власть тоже должна адекватная быть я считаю что то что можно красивое оставить ну даже вот вы сняли забор но вот эти растения зачем на них садиться ложится да ну ты покушал убери за собой правильно да да стульчики хотя вот пожалуйста у вас стол скамейки ну вот опускаются руки я знаю я тоже сказал не буду поливать а мне жалко вянут растения жалко я же поливаю через счетчик и вы через счетчик поливаете да 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 от 1 Да, наши тоже не заезжают. Вот нет машин. Сказали, месяц нельзя. И вот он заехал и сказал, мне никто не говорил, что месяц. Покажите мне там. А есть же инженер у нас здесь. Пока Хаким мне не решит. А что он такой? Хаким ему обязательно должен был говорить, что ли? Нет, говорит, это не решит вопрос со стоянкой. Я буду ставить, где я хочу. Да нифига. У нас же люди вон сколько в нашем подъезде машин нашли же место. Ставят же как-то. Он заехал и сегодня же уже туда поехали. Вот поэтому трещины. Поэтому трещины. Ну это как мы берегли, поливали. Для чего все это? И вот он один заехал и вот теперь все будет. А я Майлу позвоню, вот застройщику и скажу, пусть он придет. Хорошо. Я не знаю кому. Если бы я знала кому, я бы позвонила и сказала. А давайте я сейчас вам дам номер телефона Майла, этого застройщика. А вы его сами позвоните, потому что вы знаете и квартиру, и кто это ставит. И он напрямую к нему подойдет. Сейчас, минуточку. Итак, ребята, я дала номер жительнице этого дома. Она позвонит застройщику, попросит здесь поставить шлагбаумы. Потому что люди уже обнаглевшие, соседи, заезжают на машинах. Хотя знают, что 28 дней нельзя заезжать, так как усадки нету этого цемента. Попросили строителей и поливать попросили. Но поливать я не знаю, потому что все поливают с счетчиков. И то они стараются поливать, да. Но все-таки, если вот наш дом, допустим, видите, никто машину не ставит. А здесь, оказывается, ставят. Ну, пока сегодня нету машин. Но вообще человек даже попросил людей, чтобы здесь засыпать. И он смог на машине заезжать. Говорит, что мне никто не говорил, что нельзя ставить машину. Ну, это вот сейчас то, что видите, асфальт. Здесь будут ставить новый асфальт. Сказали, будет проходить новая дорога. Мусорку, говорят, оставят. Вот стоит техника. Уже почистили немножко. Там заливают сейчас дорожки цементом. У нас, посмотрите, сейчас хочу показать, как ступенька стоит, для того, чтобы машины не проезжали. Ну, наши люди и сами, наши жильцы нашего дома 34-го не проезжают. Только бывает, что кто не знает, такси заезжает. И то стараются их, как бы, поругать и сказать, что сюда нельзя. А с другой стороны там стоят дома скамейки поставили. Вот ставят сейчас цемент, кладут цемент, цементируют дорожки, сетку. Ну, по всей технологии. Очень будет красиво, хорошо. Это парчок был заброшенный. Этот дом, наверное, уберут. Я не знаю, постройка даже, домом его назвать нельзя. Для чего это было построено, мы так и не поняли. Два одинаковых. Но никаких нефункционирований, ничего не было. Ничего не продавали, ни для чего непонятно были сделаны эти дома. Домики, не дома. Ну, здесь говорят, что тоже будет площадка. Здесь будет зелёная зона. Поставят скамеечки, какой-то фонтанчик. И, возможно, фонтанчик. Если здесь есть такая труба подведена. Но я думаю, что не будет фонтанчика. Потому что трубы я не вижу, чтобы какие-то там ставили. А это обломили. Почему? Потому что Хаким сказал восстановить арыки. А здесь было всё, видимо, замуровано. Вот сейчас ломают. И будут восстанавливать орошение. Это замечательно. А есть арычная вода, которая как техническая вода. Которую испокон веков поливали. И можно будет поливать. Но это всё засорено, конечно. Не работает. Вот он сказал, оказывается, здесь есть то ли труба какая-то проходит, то ли что. И можно к ней подключаться и поливать. Поэтому не знаю, как будет. Вот, в общем, такие вот перемены у нас идут на третьем квартале авиасазлар. 38-й дом забетонировали. Кстати, там 36-й дом тоже хотели, чтобы я поснимала. Что-то у них там было с подъездами. Но пока молчат. Люди ещё ничего не сказали насчёт того, что, наверное, разобрались. Здрасте. Разобрались, наверное, с подъездами. Потому что 36-й дом звонили. Говорили, что у них что-то там низкие подъезды в середине. И туда будет стекать вода. Как-то углубление сделали. Ну, видимо, раз молчат, значит, решили вопрос. Репортаж снимаете? Да. Ну, просто, что у нас здесь меняется? А по поводу бетонирования уже сделанного комментарии возможно? Да, пожалуйста, да. То есть у нас вот идём. Где третий подвес и где первый подвес? Это вот 38-й дом? Да, 38-й дом. Вот. Забетонировали. Но не соблюдено было... Ну, как это назвать? Техника? Технология или как. Вообще работают не профессионалы, мальчики. Вот видите, ямка. Вот после дно утра она полила. Вот до сих пор вот эта вода держится здесь. Хотя уровень как бы должен выдерживаться. И я смотрю, вот так вот у вас горочка идёт. У вас же первого подъезда тоже сам. То есть вода будет у вас литься в подъезд? Ну, не знаю. Ну, а почему горка? Прямо явно видно горку. А вот здесь вот ямка. Да. Видно же? Да, да, да. Ниже. И там также. Ну, видно, что вот отсюда вот идёт горка туда, к подъезду у вас. Даже не нужно ставить уровень. Уже сейчас исправлять не исправишь? Что там делать? Ну, да. Не, ну, можно как-то доделать, наверное, сверху. Уже нет. Мне вот 36-й дом. Они вон там же, да, у нас? Да, они там же. Звонили. Говорят, у них тоже проблема с подъездом. Но пока, видишь, у них не бетонируют. Ещё не начали. Ещё не бетонировали. А у нас вот то же самое. Палили. Угу. То же самое. Пожалуйста. Да. Вот трещины сразу появились. Вот мальчики сегодня насыпали цемент. Они говорят, надо поливать, надо поливать. Утром, вечером поливаем обязательно. И вот так веником размазали этот цемент. Это что? Да. Замажут всё эти. Ну, значит, где-то технология не выдержана. У вас такие трещины пошли. Не хотелось бы жаловаться, но это с самого начала надо делать правильно. Конечно. Профессионалы должны делать, а не мальчики вот эти вот. Наёмщики, да. Ну, они говорят, мы с Бекабада, кто-то откуда-то, да. Да мне разницы нет. По работе. Работа должна быть выполнена соответственно. Да, это... Ну, такие деньги вкладываются, извините. Спасибо, конечно. Хакиму нашему. И Хакиму, и Майлу спасибо. Они беспокоятся. Ну, первое время, вот когда у нас там начали делать, и Майл бегал сам, и Ибрагим бегал, его помощник или застройщик, я не знаю, кто такой. Надо вот эту бригаду контролировать, вот этих молодёжь вот эту, потому что они... Да, они работу-то сделали, залили, и всё. Но я смотрю, вот прошла, там тоже молодёжь стоит, а вот, допустим, Ибрагима я не вижу там, а первое время он был постоянно. Спасибо за хорошую идею, но что будет после зимы? Да, если сейчас уже трещины, то зимой разорвёт это всё. Ну, не знаю. Да. Да. И получится, что только денюжки пошли куда-то, не туда-то. Ну, 38-й дом. А ещё Хаким прошёл и сказал, чтобы ирисы все убрать. Оказывается, это могильный цветок, сказали. Здесь кроме ирисов ничего расти не будет, здесь земли нет, как-то как бы. Да, да. И вот он сказал в 33-м доме людям, чтобы убрали ирисы. А что будет? А что будет? Что это могильные цветы и посадите райхон. Это райский цветок. Хорошо, посадим райхон. Вот он позавчера прошёл и сказал, прям выкапывайте. А я только хотела посадить. Нет, ну они красиво цветут. Да. Цветёт вообще. Обильно красиво всё. Райхон – это тоже приятное растение. Хорошо пахнет. Ну можно между ирисами и райхон посадить. Но райхон, вот как ни странно, он прихотливый такой. Может поливать нужно? Ну я поливала, у меня всё высохло. Ежедневный полив должен быть. Вот ещё желательно, чтобы нам камеры восстановили. Потому что у нас постоянно кто-то ёлочки вот, вертушки обрывают. Прям посадили весной. Вот смотрите, что, одну вертушку убрали, вторую. Полив-то у нас, слава богу, ребята разрешают водой пользоваться. А вот камеры надо восстановить. Потому что когда камеры работают, уже эти хулиганы безобразничные. У нас тоже там выбивают. В тридцать четвёртом доме у нас… Вот пушки вот у молодых. Да, и всё засохло. Да. Нет, та-то ладно, та старая. А, да-да, а это сломали просто. А это взяли вот на фальность. Сломали. Кому это радость заставляет? Понятно. Понятно. А у нас там в тридцать четвёртом доме постоянно выбивает свет. Лампочки. И камеры стоят. Это тоже фир пойдёт? Вот наш разговор. Да, конечно. Ну я могу убрать там то, что не нужно. Лампочки стоят и, короче, разбивают их. А камеры для чего нужны? Ну у вас подключили камеры. У нас подключили, но реакция. Хоть кого бы задержались, кто эти лампочки выбивает. Здравствуйте. Здравствуйте. Ни одного не задержали. И вот они там, смотрю, кладут. Вроде в начале хорошо смотрится. А уже как высыхать начинает, начинает лопаться. Вот с чем это связано? Или цемент хуже стал? Или что? Вроде технология такая же. Как мне объяснили, в жару нежелательно бетонировать. Ну тогда надо или рано утром, либо поздно вечером. Это весной делаете или осенью, когда такой обильный жарный лень? Ааа. Мне объяснили так. Как на самом деле, не знаю, я не мастер в этом деле. Вот у нас делали. Лесной. Все прекрасно. Ничего не треснуло. И у вас, кстати, так хорошо здесь смотрится. Ну так это профессионалы работали. И люк, видите, как аккуратно сравняли. Никто не запнется. А здесь, ну что это? Ладно, всего доброго. Ладно, до свидания. Спасибо. В общем, ребята, вот так. Киска. Хорошо, хоть их еще не потравили. А то одно время травили кошек. Котят кошек. Кстати, уважаемые друзья, подписчики, у нас здесь на Кадышево стали ходить две женщины узбечки. Одевают белые одежды, но не санитарную униформу. Одевают маски, приходят стучаться в квартиры и говорят, купите вот ампулы по 35, по-моему, тысяч. Мы в подвале сделаем дезинфекцию. Якобы у вас здесь в квартире какой-то там клопы нашли. И вы обязаны в домах сделать тоже дезинфекцию. Покупайте вот эти ампулы. Впихивают одну ампулу за 35 или 32 тысяч. Точно не знаю, у меня не дошло до цены, потому что я сказала, вы кто такие? Они сказали, мы с городского СЭСа. Я сказала, давайте, люди, не покупайте у них ничего. Бабульки вышли, хотели купить. Они говорят, в вашем 34 доме в первом подъезде клопы. Они вызвали СЭС, сказали, что клопы и нужно покупать вот эти ампулы. Я сказала, дайте нам документы, на каком основании вы пришли продавать ампулы и типа клопы. Я пойду в первый подъезд, узнаю, они вызывали СЭС или не вызывали. Эти женщины побежали на четвертый этаж, на третий этаж и таким голосом нервно. Сейчас мы вам дадим все документы. Я говорю, я не уйду. Я домком, дайте мне документы. И потом, когда будете обрабатывать подвалы и подъезды? Завтра в 10 утра. Я говорю, хорошо, если завтра в 10 утра будете обрабатывать, мы поговорим о том, чтобы обрабатывать квартиры. Лично я вызвала дезинфекцию. У нас уже, говорю, 2 или 3 года никаких ни клопов, ни тараканов нет. Нет, вы должны будете взять. Я говорю, хорошо, когда завтра придете, мы с вами поговорим. А сейчас документы. Документы эти женщины узбечки так и не предоставили. Смылись, побежали в другие подъезды. Но, слава богу, что у нас в доме уже такие все ученые. Правда, бабульки пытались купить ампулы, но дети им не дали. Поэтому, так что будьте внимательны, товарищи ташкентцы, что лохотронщицы ходят под видом СЭС. Я позвонила в ТСЖ Рине Викторовне и спросила. Она говорит, никаких женщин. Я, говорит, спросила у начальника СЭС, который сидит у них в ТСЖ. Отправляли ли каких-то женщин по дезинфекции? Он сказал, нет, если будут клопы, если будут какие-то там тараканы у вас в подвале, в подъезде, вы приходите заявку, давайте нам. Мы через ТСЖ принимаем заявки. Никаких других не нужно делать. Это все не с нашей инстанции. То есть делаем выводы. Это лохотронщицы. Поэтому будьте бдительны, ребята. И передавайте всем знакомым. Жалко, что я пока с ними ругалась. Никто из соседей не смог их сфотографировать. И я тоже не взяла сразу фотоаппарат. Ну то есть или фотоаппарат, или телефонную камеру не включила. Потому что думаю, сейчас я уйду. Люди купят у них препараты. И поэтому не сфотографировала. Ну в общем они среднего роста. Обе худенькие. Лет по 35, может быть по 40. Вот так приходят. Но могут быть и другие. Так что будьте бдительны. Сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам хорошего. Доброго. Чтобы не было таких лохотронщиков в вашей жизни. Всегда держите мук и как говорится нос по ветру. Чтобы вас не обманули. Неважно с какой инстанции. Могут из газа прийти, из пожарки прийти. Сейчас очень много в Ташкенте таких желающих наживиться легко. Поэтому всего вам хорошего, доброго, светлого. Чтобы не попадались на вашем пути такие люди злые, плохие. Учите своих бабушек, дедушек. Чтобы они не бежали, не открывали свои кошельки, двери таким людям. Как бы они ни говорили. Сразу лучше позвонить домкому и узнать. Сказать вот такие люди пришли. Это реально люди или не отсюда они? Вы не слышали, вы не знаете почему. Потому что сейчас, я так как являюсь домкомом, мы напрямую держим связь с ТСЖ, с Мухалёй. И мне они всегда звонят. Где что, кто какие проверки делает, они предупреждают. Поэтому всем пока-пока. Всего доброго, хорошего и светлого. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Можно и дизлайки, кому не понравилось. Я не обижаюсь. Это вы ставите дизлайк не мне, а себе. Как говорится, если ты меня удалил, ты удалил не меня, а себя из моей жизни. Поэтому я не напрягаюсь. Напишите комментарии. Пока-пока. 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 Продолжение следует...